Северский район, река Ищич. Обнаружено незаконное орудие ООО в виде фитиля. Сейчас будем вытаскивать и смотреть. Снасти полны рыбой. Такие находки инспекторы встречают регулярно. Охоту на браконьеров они ведут круглый год. И несмотря на предупреждение, запрещенных устройств меньше не становится. Шутят в пору открывать музей. Это та самая косынка. Она распутывается, раскрывается в форме косынки треугольной. И собственно здесь тоже мононить лесковая. Светное орудие ООО. Только за два месяца этого года инспекторы изъяли 249 орудий ООО. Зафиксировали 120 нарушений. И такая рыбалка без правил может выйти любителю дорого. От двух до пяти тысяч. Вот. То есть если как бы две тысячи это минимальный штраф. Ну соответственно при направлении материала в суд судья сам принимает решение. То есть бывает три тысячи, бывает четыре, бывает пять. Если браконьер попадался год дважды, то соответственно идет удвоение штрафа. В ходе рейда инспекторы напоминают о разрешенных объемах добычи. Не больше пяти килограмм на человека в сутки. Рыбаки со стажем об этом знают и попавшуюся мелочь не берут. Давай. Нет, таких вот ушаем. Правильно. Беги, брат. Ну сколько это рыбы надо-то? Поймал на жарешку, поймал там на ушицу. Все ее, куда ее девать, этой рыбы. Это мы северяне там, да, привыкли там мешками там все ловить. Это у нас так это. И то это все чисто. Спиннинги все это, жерлицы. Всего за прошлый год в регионе изъяли больше десяти тонн рыбы. И все же для тюменцев рыбалка больше для души. Вот ведерки. Самые крупные, наверное, грамм на 250. Довольны таким уловом? Ну, довольны. Чем дома сидеть, так лучше здесь на свежем воздухе постоять, порыбачить. Как только вскроются реки, в регионе введут нерестовый запрет. По словам инспекторов, это самый рыбный период во всех отношениях. Елена Старожук и Александр Вележанин. Тюменская служба новостей.